В эфире программа День города в студии Алена Куколева. Здравствуйте! Вот некоторые темы этого выпуска. В МЧС предупредили об ухудшении погоды. В Рязанской области в эти дни изучают небо Родины. И в Академии ФСИН прошел выпуск молодых специалистов. В эту пятницу Москву и столичный регион накрыл дождь, равного которому не было с 30-х годов прошлого столетия. За несколько часов выпало три четверти всех ожидаемых осадков. В столице введен оранжевый уровень опасности. Желтый уровень введен и в Рязанской области. В МЧС сегодня предупредили об ухудшении погоды. Гидромедцентр до нас довел, что в эти выходные ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду. Особый фронт пройдет завтра с 9 часов утра и до 18. Ожидается пик подхода циклона на территории Рязанской области, особенно на ее южной территории. Это к 15 часам. В Рязанской области в эти дни изучают небо Родины. Это название семинара для активистов авиапоиска, которые ищут места падения боевых самолетов Великой Отечественной и устанавливают имена летчиков, пропавших без вести. Несмотря на то, что события Великой Отечественной войны ушли довольно далеко, их отголоски доносятся до нас до сих пор сквозь толщу прошедших лет. Каждый год отряды поисковиков, проводя исследования в местах сражений и крушений самолетов, проделывают огромную важную работу, внося в историю новые имена и факты. В Захаровском районе в октябре 1941 года потерпел крушение бомбардировщик ДБ-3А. По предположению специалистов на этом самолете выполнял боевое задание экипаж лейтенанта Александра Колодкина. Сам летчик остался жив, остальные члены экипажа погибли. Найти номерные детали, подтвердить или опровергнуть эту версию предстоит поисковым отрядам, прибывшим из 15 регионов страны на межрегиональный семинар-практикум организаторов авиапоиска времен Великой Отечественной войны «Небо Родины». На сегодняшний день мы достали и нашли номера двух двигателей моторов М87, которые как раз стояли на данном типе машины ДБ-3А. И самое главное, что по перечню приказа 23 августа 1941 года, перечень моторов, которые находились в 40-й дивизии, эти оба мотора значатся за номером самолета, на котором именно погиб экипаж Колодкина. Но в акте списания самолета, который здесь погиб, номера двигателя указаны другие. То есть, по большому счету, нам надо привести еще небольшую исследовательскую работу, чтобы точно сказать уже 100%, ну почти 99%, что это действительно машина, погибшая 17 октября 1941 года. Место крушения дальнего бомбардировщика ДБ-3А 29 июня посетили спецпредставитель президента Российской Федерации Сергей Иванов и глава региона Николай Любимов. Там они ознакомились с методикой ведения поисковых работ в районах падения самолетов времен Великой Отечественной войны. Активисты проекта «Небо Родины» проинформировали гостей об уже сделанных находках. Среди них не только фрагменты самолета, но и останки двух человек. Сейчас ребята засетили, это обшивка крыла. Самое главное, ребята, давайте, может, снимаем, когда обшивка. Начинаете тогда. Снимать? Да. Сверяем. Как раз под ней, по шею оставлю. Это как раз здесь. И оно очень накладывается на ту легенду, которую рассказывают местные жители о том, что когда самолет упал, они сюда пришли и видели. Давай тогда посмотрим. Они их собрались, они сидят на месте. Специальный представитель президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов поблагодарил поисковиков за ту нелегкую, но важную работу, которую они ведут год за годом. И отметил, что не раз ему приходилось присутствовать при работе поисковых отрядов и каждый раз его буквально переполняют эмоции. Из 85 регионов России в 81 уже есть свое региональное поисковое движение. Ребята, девчонки, а иногда и опытные люди, уже умудренные сединами даже, вместо того, чтобы отпуск проводить где-то на пляже, на курорте, выезжают на места боев, продолжают эту очень нужную, очень благородную работу. И я им за это очень признательно благодарен, я думаю, как подавляющее большинство россиян. А глава региона Николай Любимов в свою очередь отметил, что областные власти заинтересованы в развитии поискового движения и готовы оказывать поддержку в этом вопросе. Это выделение техники, необходимые помощи в организации питания, вообще в организации мест для поисковой работы. Но у нас пока еще, как мне недавно совсем стало известно, вахт памяти своих полноценных не было. Сегодня, наверное, можно сказать, первая такая вахта памяти. И спасибо всем, кто приехал из других регионов нашим поисковикам помогать. Я думаю, что тот центр организации поискового движения, который у нас создан, объединяет он 9 отрядов, он как раз сможет и здесь у нас не только ездить, это тоже надо делать на другие области, но и здесь организовывать вахты памяти. Постараемся провести вахту памяти в Рязанской области, следующую уже в этом году. Мы сейчас только что с ребятами об этом поговорили, потом предметно обсудим, как это сделать, чем им помочь. Будем это движение обязательно развивать здесь у нас, в Рязанской области. В ходе встречи Сергея Иванова и Николая Любимова с представителями поисковых отрядов страны обсуждалось множество вопросов. В их числе перевозка останков бойцов к местам захоронения на родине, проведение поисковых работ при строительстве дорог, а также на особо охраняемых территориях. Также в рамках встречи состоялась торжественная церемония передачи фрагментов самолета-бомбардировщика, найденного ранее активистами проекта «Небо Родины» в Смоленской области, в Дягилевский музей дальней авиации. Одним из членов экипажа этого самолета был уроженец Рязанской области Михаил Селиверстов. Его родственников не удалось разыскать поисковикам, но информация о бойце теперь будет храниться в региональном музее дальней авиации. Год экологии в стране – не просто слова для тех, кто ежедневно выявляет нарушения, ведущие к загрязнению воздуха, воды и почвы. Прокуратура Рязанской области провела третий открытый форум, посвященный охране окружающей среды. Среди выступающих были общественные деятели, чиновники и представители органов надзора, что обсуждалось в рамках дискуссионного блока в следующем материале. Экологическим проблемам не случайно уделяется столько внимания. На государственном уровне разработаны нормы права, которые определят политику в области обращения с отходами. Превыше всего стоит охрана здоровья человека, поддержание или восстановление благоприятного состояния окружающей среды, использование наилучших доступных технологий при обращении с отходами. Комплексная переработка материально-сырьевых ресурсов в целях уменьшения количества отходов. Не исключение и наш регион. Сохранение вот этой вот самой главной природной среды – это задачи всех. Задачи правоохранительных органов, задачи общественности, задачи жителей нашей Рязанской области, задачи всего нашего населения. Как правило, экологические нарушения, они затрагивают интересы всех. Начиная с рождения ребенка, в каких условиях он родился, какую воду он пьет, каким воздухом он дышит, зависит долгожительство человека, зависит жизненный потенциал населения и действительно со всеми вытекающими последствиями. Согласно официальным данным, за 2016 год в атмосферный воздух на территории региона от стационарных источников выброшено 100 тысяч тонн загрязняющих веществ. Над нарушением в этой сфере вовсю работает природоохранная прокуратура. Следует отметить, что большинство жалоб от населения, поступающих в рассматривающую сферу в различные предохранные органы, в службы МЧС, предохранные органы контроля и в том числе и надзорные, содержали информацию о загрязнении атмосферного воздуха в районе Дашково-Песочень. Поэтому данный район города считается наиболее неблагополучным в части загрязнения атмосферного воздуха. Поэтому вдвойне надо внимательно относиться к анализу при рассмотрении обращений граждан и использовать любые источники, которые позволят выявить объективную картину и, самое главное, выявить нарушителей. Результаты прокурорского надзора за исполнением законодательства в сфере оборота отходов также говорят сами за себя. Несанкционированные свалки – отдельный разговор, как и захоронение опасных отходов, например, в Турлатово. На территории области действует 26 санкционированных свалок, но и они не всегда эксплуатируются без нарушений. Ежегодно на территории области образуется более 1,7 миллиона тонн мусора. При этом сохраняется тенденция к увеличению накопления обстававшихся отходов. И при этом увеличение составляет от 1 до 5% ежегодно. На полюшке продолжает оставаться проблема размещения в регионе несанкционированных свалок отходов производства. Только в истекшем периоде текущего года органами прокуратуры области приняты меры к ликвидации более 200 несанкционированных мест размещения отходов. Работа в этом отношении ведется комплексная, но ее недостаточно. Все выступающие подчеркнули, зачастую раскрыть экологическое преступление, выявить нарушения и привлечь к ответственности тех, кто сознательно наносит ущерб окружающей среде, возможно только благодаря активной позиции граждан. Поэтому органы прокурорского надзора призывают, не молчите, если видите, знаете, слышали о нарушениях, непременно обращайтесь в правоохранительные органы. Вместе предотвратить множество экологических проблем гораздо проще. В Рязани для купания оборудовано 45 официальных пляжей. Но, к сожалению, зачастую люди пренебрегают ими и купаются в неположенных местах. За безопасностью на воде с начала купального сезона МЧС следит каждый день. Сегодня в рейт со спасателями вышел и Валерий Седов. Это лето не задалось с самого начала. Хоть купальный сезон и открылся 1 июня, экстремалов, которые бы уже искупались, сейчас практически не найти. На всех оборудованных пляжах развивается черный флаг. Это означает, что купание запрещено. Конечно, всегда можно найти желающих, которым низкая температура воды нипочем. Они с радостью купаются и при сильном ветре, и в холодных водах. Поэтому статистика удручает. Хочу привести пример. В этом году у нас уже с 1 июня, к сожалению, утонул в городе Рязани один человек. В аналогичный период прошлого года утонуло 5 человек. С начала года у нас ведется статистика. Также, к сожалению, утонуло уже 11 человек. Каждый день сотрудники МЧС патрулируют аку на катерах. Они пресекают купание в неположенных местах, а также останавливают маломерные суда для проверки документов. И наша съемочная группа побывала на одном из таких. Буквально секунды остались до отправления. Надеваем спасательные жилеты и в путь. Катер на большой скорости несется по реке Акия. Пустые песчаные пляжи и зеленые леса. Пока что ни судно, ни желающих искупаться. Сотрудники МЧС отмечают, что в такую погоду нарушителей встречается не так уж и много. И вот наша первая остановка в Шумаше. Купание здесь запрещено, ведь скорость течения 5 метров в секунду. Однако сегодня желающие поплавать именно здесь нашлись. Их не остановил ни сильный ветер, ни тот факт, что этот пляж для купания не пригоден. А тем временем в нашем городе функционирует именно 45 оборудованных пляжей. Но, к сожалению, на территории области также отдыхают население там, где им хочется или удобно. Но, тем не менее, мы такие места берем тоже на учет. У нас их сейчас 145. С людьми проводят профилактическую беседу и раздают специальные памятки о правилах поведения на воде и оказании первой помощи. Начальник главного управления МЧС Паризанской области Сергей Филиппов лично проинструктировал купающихся детей о правилах и показал им, как и куда звонить в случае чрезвычайных происшествий. Показываю пример. Смотрите, вы набрали, даже если у вас денег нет, понимаете? Вот если денег нет и даже сим-карты нет, телефон все равно сработает. Вот 101 набрали, включили и вам ответят. Давайте послушаем, кто нам ответит. Пожарно-спасательная служба. Генерал Филиппов. Сразу, Владиспетчер Сержантова. Все, мы проверка связи осуществляем. Спасибо. Слышу вас, хорошо. Вот видите, и вы сразу можете спокойно сказать, что вы находитесь на пляже ближе к Шумаши, да? И вам нужна помощь. После профилактических бесед катера МЧС отправились дальше. За остальное время патрулирования других отдыхающих на необорудованных пляжах мы так и не встретили. А маломерные суда, которые нам встретились по дороге, не подлежат регистрации. Поэтому остальное время патрулирования наша съемочная группа наслаждалась прогулкой. Солнце с каждым днем светит все ярче. И недалек тот час, когда Рязань массово откроет купальный сезон. Поэтому важно помнить основные правила поведения на воде. Отдыхая на воде, необходимо соблюдать элементарные меры безопасности. В первую очередь, не оставлять детей одних. Не употреблять спиртные напитки на пляжах, в местах отдыха. По возможности, не купайтесь в одиночестве. Не заблывайте за заграждения и не ныряйте в незнакомых местах. В случае, если все-таки вам помощь понадобится, то наберите с мобильного телефона номер 101. А пока что городу остается только ждать, чтобы вода в озерах и реках окончательно нагрелась. Не раз в наших сюжетах мы поднимали проблему вождения начинающими автомобилистами. Множество дорожных транспортных происшествий происходит именно по вине тех, кто лишь недавно вышел из автошколы. Как это случилось, например, сегодня на Касимовском шоссе. Участниками этого утреннего ДТП стал не только движущийся по дорожному полотну автомобиль, но и припаркованное транспортное средство. Произошло это около 10 часов утра. 35-летняя женщина-водитель за рулем автомобиля «Шкода» двигалась по Касимовскому шоссе в сторону улицы Есенина, не справилась с управлением и совершила наезд на припаркованной на обочине автомобиль «Ниссан Кашкай», который по инерции двинулся вперед и совершил столкновение с впереди припаркованным автомобилем «Рено Меган». Автомобиль «Шкода» с водительницей и пассажиром совершил опрокидывание. В результате ДТП несовершеннолетний пассажир «Шкода» и шестилетний мальчик доставлен в больницу. Медицинская помощь женщине оказана на месте ДТП. В настоящий момент сотрудниками ГИБДД установлено, что водительское удостоверение женщина получила только два месяца назад. Выпускные на этой неделе прошли не только в школах, но и в высших учебных заведениях. Наверное, одним из самых ярких является праздник в Академии в Синроссии. В выпускнике здесь получают не только дипломы, но и очередное офицерское звание. Прощаются не просто с учебным заведением, а с местом, где они начали свою службу и решили носить погоны. Поэтому в выпускной день здесь смеются и плачут. Соблюдают традиции, которые можно увидеть только здесь. А порой решаются и на судьбоносные поступки. Поздравляем! Поздравляем! Слезы радости и одновременно грусти. За пять лет однокурсники стали настоящими друзьями. Служба сплотила их в настоящий коллектив. И настал день, когда приходится говорить «до свидания». В Академии учатся молодые люди со всей страны. Но расстаются сегодня не все. Катя сказала Денису да. Планов перенаправиться после свадьбы и вместе служить в Самаре, в Самарской области. Готовы в Самару ехать? Конечно. А ты откуда? С республики Башкортостан. Торжественное построение на этом плацу уже последнее. Вручение дипломов, званий лейтенантов внутренней службы. В этом году из Академии выпустились 260 молодых сотрудников уголовно-исполнительной системы. Безусловно, вы будете вспоминать на годы в Урстанске, как и настоящее, чего вы жили. У выпускников позади пять лет нарядов, марш-бросков, учений. О расслабленной студенческой жизни они знают мало. Но суровые будни курсанта сегодня закончились. В воздух летят монеты, лепестки роз, фуражки. Такое на плацу творить можно только один раз. Потому что это все. Команда! Счет! И все! Несмотря на трудности этих лет, все как один сегодня повторяют о своем выборе учебного заведения не жалеют. Очень все было тяжело, но мы с гордостью принесли это знамя труда и вот выпустились. Тяжело в учении, легко в бою. Непередаваемые эмоции пять лет к этому шли, очень рады. Мы уже все, уже все. Просто понимаем то, что может быть никого я уже никогда не увижу. Котлет пролетят, вы даже не заметите, честное слово. Такова традиция. Из одного большого бокала шампанское пьет вся группа. Пять, три, один, всех! А командир группы этот бокал разбивает прямо на плацу. Ура! Это очень древняя традиция на самом деле. Выпускники пьют из бокала по очереди. Командир допивает, разбивает бокал, собираем кусочки. И через 10 лет мы должны встретиться и склеить этот бокал. По традиции на плацу и танцуют. Лезгинку умельцев здесь много. Кабардино-Балкария, Республика Дагестан, Чечня, Адыгея. Молодые люди встретятся теперь только уже на встрече выпускников. И поэтому танцуют от души. Такими танцами, традициями и распиванием шампанского заканчивается официальная часть выпуска Академии ФСИН России. Получили дипломы на этой неделе лучшие выпускники Рязанского радиотехнического университета. Обладателями красных дипломов стали более 300 человек из шести факультетов вуза. Со специалистами общалась Галина Ершова. Рязанский государственный радиотехнический университет создает инновационный потенциал Рязани и широко известен за ее пределами. В этом году он вошел в топ-100 лучших вузов по версии Европейской научно-промышленной палаты. Всего в рейтинге приняли участие более 2000 университетов из разных стран мира. Высокое качество подготовки подтвердили выпускники вуза. Многие из них сегодня получают красный диплом. Ну вообще в целом у нас ежегодный выпуск составляет около 900 тысяч человек. И вот в этом году у нас из них около 300 человек получают красный диплом. Тут в основном все зависит от усердия самих студентов, которые работают каждый год, каждый день, каждый месяц, не покладая рук. Очень волнительно. И когда ты именно его берешь уже в руки, уже понимаешь, что все, этот долгий, сложный путь закончился и достиг такого высокого и хорошего результата. Час уже выдохнули, поэтому может быть проще сказать, что не очень сложно. А так на самом деле нужно стараться и трудиться. Благодаря активной научной работе Рязанский государственный радиотехнический университет в этом году стал лучшим вузом региона в сфере изобретательской и рационализаторской деятельности. А также стал обладателем диплома первой степени Всероссийского конкурса за вклад в развитие интеллектуальной собственности. Однако останавливаться на достигнутом будущие инженеры и программисты не привыкли. Приумножить свои знания многие из выпускников захотели в магистратуре. Уровневое обучение подразумевает многоэтапность, подразумевает продолжение обучения. И я естественным образом рассчитываю, что вы в качестве второго уровня выберете магистратуру в стенах уже родного для вас университета. Помимо дипломов, каждый из выпускников Рязанского государственного радиотехнического университета может получить европейское приложение к диплому. Оно позволяет продолжить обучение за границей с перезачетом ряда дисциплин. А также устроиться на работу за границей или в иностранной компании, имеющей представительство в России по ускоренной процедуре присвоения квалификации. Таким образом, перед выпускниками вуза открыты буквально все двери. Не скрываю, у нас были предложения прямо вот на защитах выпускных работ, когда представители компании просто уже официально предлагали место трудоустройства. Некоторые даже выбирали уже, имели такую возможность. Собираюсь свою дальнейшую деятельность связать с Рязанским нефтезаводом. То есть собираюсь туда устраиваться. Уже есть предложения, да, и поэтому уже фактически через пару недель трудоустройство. Сейчас в Рязанском государственном радиотехническом университете ведется прием абитуриентов. Бюджетные места предусмотрены на четырех факультетах. Приятным бонусом для молодых людей станет единственная в Рязани военная кафедра, прохождение которой позволяет получить звание офицера или солдата запаса. Стоит отметить, что получить качественное образование здесь могут как представители технических специальностей, так и будущие экономисты и управленцы. С началом лета, неважно будний день или выходной, в детском парке в Приоленде всегда многолюдно. Сюда с удовольствием приходят как дети, так и взрослые. Десятки аттракционов, сладкая вата и хорошая музыка любой день превратят в настоящий праздник. Куда отправиться с ребенком в солнечный летний выходной? Мы решили прогуляться по Приоленду, главному детскому парку аттракционов Рязани. Варя, скажи, пожалуйста, ты уже выбрала, на каких каруселях сегодня хочешь покататься? Выбрала. На каких? На машинках, на лозочках и на вонтой. Этот знаменитый парк развлечений располагается в удобном месте, совсем недалеко от Площади Победы. Таких парков в Рязани совсем немного, а по количеству аттракционов Приоленда и вовсе единственный. Первым аттракционом, который выбрала Варвара, стали бамперные автомобили. На маленьких машинках на специальной площадке можно проявить чудеса управления, чтобы не столкнуться с другими бамперкарами. Юные гонщики здесь получают поистине грандиозные впечатления. Это было очень-очень-очень мега круто. Кроме классического автодрома в Приоленде есть и водные. В скорости надувные лодки с машинками не посревнуются, но впечатление доставят как детям, так и взрослым. Приоленд работает с 1998 года и скоро отметит свое 20-летие. Но популярность у гостей и жителей города к парку не угаснет никогда. В выходной день кассам всегда тянется очередь из желающих покататься на каруселях. Самое главное, что доступные цены, поэтому дети могут вдоволь накататься на каруселях. День замечательный, погода прекрасная за последние дни. Достаточно все красиво, культурно, аккуратно, вежливо. Это радует, потому что в наше время этого очень не хватает. Поэтому все довольны, все получили удовольствие. Также здесь есть аттракционы для любителей острых ощущений, для совсем маленьких, а цепочная карусель заставляет кружиться голову уже и вовсе взрослых людей. Кроме того, гости парка в эти выходные услышали индийскую этническую музыку. Именно таким ярким и насыщенным станет летний день каждого, кто придет сюда, в Рязанский Приолэнд. И на этом у меня все. Завтра подведем итоги этой недели. А пока хорошего продолжения дня. Бетон. Точно по расписанию. Производственно-строительная компания «Техно Монолит». Поселок Мурмина. Телефон 99-2406. Производственно-строительная компания «Техно Монолит».